Приветствую вас, друзья! Сегодня я бы хотел поговорить про такую ныне модную тему, как пули типа слаги. Слакс, слезняк. В чем их отличие от обычных, привычных нам пуль для пневматики? Почему сейчас такой ажиотаж на них стал? Записать это видео меня сподвигло то количество сообщений, которые сейчас пошли после того, как я публиковал информацию о том, что мы делаем стволы для лешего и что у меня в работе сейчас лешие подслаги. Действительно, вот с момента записи того видео добавилось еще две винтовки и еще стволы в работе. Сейчас очередь на эти стволы на две недели вперед. Сразу хочу вас предупредить, никаких чудес здесь не будет. К сожалению, слаги или любые другие пули, которые производятся не серийно, имеют нестабильное качество. Нестабильную повторяемость. Изготовить ствол, конечно же, не составляет особой проблемы. Технологии все отработаны. Более того, я сейчас, когда буду рассказывать про, что такое эти слаги, получается, что мы возвращаемся к истокам. То есть, к самому началу, зарождению вот этой всей полнотелой темы. И, надо сказать, ничего хорошего-то на начальном этапе там не было. Но давайте обо всем по порядку. Итак, слаги – это пули, которые являются нечто средним между обычной классической полнотелой пулей и валанчиком, которые имеют юбку, голову и талию. Здесь скорее форма, как у пистолетной пули. И их еще называют люгер-форма. То есть, у нас классическая полнотелая пуля – это форма елея. А слаг – это форма люгера. То есть, он не имеет поисков, не имеет ведущего тела, не имеет юбки, не имеет трапециевидной задней части, но чаще всего имеет экспансивную полость, которая снижает баллистический коэффициент. Поэтому баллистические коэффициенты этих пуль находятся между валанчиковыми пулями и классическим полнотелом. Ну, давайте сейчас сделаем некий экскурс. И я покажу, что такое слаг. И вот я сейчас приехал на стрельбище. Не очень хорошие погодные условия. Ветер крутит. Будет дождь, видимо. Вот сейчас покажу метеостанцию. Она крутится вокруг своей оси. То есть, четкого ветра нет. У меня здесь на отстреле леший. Это финал уже. То есть, настройка винтовки завершена. Она в тире была отстреляна. Вы увидите эти кадры. Сейчас у меня стрельба на 50 метров. Если результаты будут хорошие, то мы увидим и отстрел на 100 метров. Это 30-й калибр. Слаги сделаны специально под лешего. Надо сказать, что с лешего слаги летят лучше, чем из других винтовок. Но при этом не факт, что мастера, которые делают эти пули, они учитывают особенности этого изделия. То есть, здесь нужно работать как с диаметром пули, так еще и учитывать, что у лешего есть два типа барабанов. Один барабан под обычные пули валанчиковые и один под слаги. Так вот, иногда может возникнуть парадоксальная ситуация, что барабанчики под слаги, которые предназначены, показывают худшую кучность, чем обычные. Поэтому тем людям, которые покупают эти винтовки, я рекомендую покупать и те, и те барабаны. Если только вы не покупаете пули большой партией и затачиваете их изначально под данный боеприпас. Что же называть слагом? И чем слаг отличается от полнотелой пули? Solid Body так называемый. Вот перед вами здесь представлены типичные представители как слагов, так и полнотела. Одно из лучших пуль, которые есть сегодня у нас в полнотелом варианте, это вот 4-граммовый монолит. Мне эта пуля нравится больше всего. По баллистике она очень сильно похожа на малокалиберную пулю 2,6 грамма. А пуля 2,6 грамма в калибре 5,5 не похожа на малокалиберную пулю. Поэтому если вы хотите заменить для тренировок мелкашку, то все-таки смотрите в калибр 6,35. Но это лирическое отступление. Так вот, мы видим, что есть у полнотелой пули. Во-первых, у нее форма, ну ее можно назвать, наверное, елей. Это типичная пуля, безоболочечная, для малокалиберного оружия. Она просто скопирована, эта форма. Здесь, я думаю, особо никто никаких аэродинамических экспериментов не проводил. То есть, у нее есть конус в задней части, у нее есть ведущее тело, по которому она идет по нарезам, и головная часть. Она может быть разная, может быть конусная, может быть плоская, флет-ноуз, так называемый. Это пуля-оборонка, допустим, были в свое время. Сейчас я не знаю, делают их или нет, но они тоже очень хороший результат показывали. Вот их как раз продували в аэродинамической трубе. Вот это типичная полнотелая пуля. Далее мы видим представителей слагов. Слаг, он похож на пистолетную пулю. Их еще можно назвать формой люгер. Первые полнотелые пули, которые пошли, они как раз были вот такой формы. По большей части. То есть, это именно форма люгера. Так вот, когда эти пули появились, то есть, на заре полнотелой темы, с ними как раз и были проблемы, которые вы в полной мере получите и здесь, используя вот эти так называемые слаги. О чем идет речь? Речь идет о нестабильности. Вот сейчас я на 25 метрах покажу вам отстрел гризликами. Это вот калибр 6.35. Сейчас у меня здесь винтовка «Егерь» на настройке редукторная. То есть, здесь она разогнута до кучной скорости, которая для нее достаточная. Но вот дистанция 25 метров, там уже есть проблемы. То есть, эти пули имеют смысл использовать именно для охоты. Они не являются высокоточными. И поэтому, когда сейчас хаотично начинают заказывать стволы и настройку под эти боеприпасы, у меня наступает некая стадия отрицания. С одной стороны, я могу вам полностью все это сделать. Но с другой стороны, у меня есть выходной контроль кучности. Поэтому совет вам дам я такой. Используйте промышленного изготовления эти слаги. Либо у мастеров, если вы их заказываете, не заказывайте их вот в таких вот количествах на попробовать. То есть, вы заказали на попробовать, попробовали, заказали несколько тысяч штук, и у вас ни хрена не летит. Заказывайте сразу большими объемами. Если они у вас не полетят, ну просто их продайте. Они могут полететь у товарища. Параметры стволов, пульных входов и всего остального, оно не сильно отличается от стволов, которые предназначены для обычного полнотела. И я настоятельно рекомендую все-таки со слагами вам не связываться. Стреляйте тем, что уже отработано, рекомендовано. И то, что вы сможете всегда получить в нужных количествах, но вполне себе сопоставимым качеством. Хотя сейчас вот на данный момент опять возникла проблема повторяемости этих пуль. Видимо матрицы, которые были летящие, поизносились и наступает проблема. Причем мастера, которые эти матрицы изготавливают, они их не могут повторить. Полнотел для меня на сегодня, вот это 4-граммовая пуля в калибре 6,35. Можно использовать 3,5-граммовую, 3,3 грамма. Все, что весом ниже, я считаю недополнотелом и всячески отговариваю вас от этого. Я понимаю, с чем это связано, что у нас там доступ к чешским пулям может прекратиться. Но пока он есть, этот доступ, стреляете либо вот интерманами, гризликами можно стрелять. Но имейте в виду, на высокую кучность не рассчитывайте. Эта пуля не про кучность. Как бы кто что ни говорил. Вот эти пули у нас созданы специально для Лешего, 30-й калибр. Сейчас мы тоже ими постреляем. И на 50, и на 25 метров. Ну, если дождик не пойдет, то еще и на 100 метров стрельнем. Так, ну, пойдемте посмотрим результаты слагов. Ну, вот эти вот 30-очки, конечно, летят очень даже неплохо, но они разработаны специально для Лешего. То есть под его магазин, под его пульный вход. И здесь результат, конечно, разительно отличается. Кстати, хороший прицел. Парт 535-й с дальномером. Ну, вот сейчас пристрелял буквально за один выстрел его. Поедем сейчас на 50 метров, постреляем. Посмотрим, насколько тут. Ну, давления достаточно, с колбочкой. То есть пострелять можно. Ну, и давайте сейчас наши результаты посмотрим. Так, вот это, вот эти вот пробоины, и это в том числе, это от другой винтовки, которая здесь не отстреливалась. Вот это у нас GSB 2.2. Это гризлики. То есть видим, кучность ими в два раза хуже. Здесь у нас слаги 7.62. Дистанция 25 метров. Это обнуление произошло. Здесь у нас три пули. Залетели неплохо. Здесь 4, 5-й отрыв. И вот здесь, посмотрите. То есть в кучку отрыв, в кучку отрыв. Вот это типичное поведение вот этих люгеров, так называемых. У вас всегда будет там 2-3 пули лететь в одну дырку, потом один отрыв. Четыре пули в одну дырку, отрыв. Одна пуля, отрыв. Три в одну дырку. И вот постоянно будет такая херня. Давайте, чтобы не быть голословным, постреляем сейчас на 50 метров. Ну, мне кажется, надо пострелять с этого девайса. Потому что здесь кучность будет неудобоваримая. И выходной контроль этой изделии у меня не пройдет, к сожалению. Я даже стрелять не буду. А вот здесь вот все достаточно интересно. Самому интересно посмотреть на это. Давайте не откажем себе в удовольствии. То отсюда, то оттуда. Вокруг ходит. По макушкам, даже если посмотреть, часть макушек сюда отклонены, часть сюда. Ну, это охотничий боеприпас. Для охотничьих задач. Ну что, постреляем на 50 метров. Слаги. 30-й калибр. Вес. 3,35 грамма. Я сейчас пристрелялся. Прицел цифровой. Сложно отстроить параллакс. Кратность 8. Пробоины вижу плохо. Пришлось несколько раз туда побегать. Так. Ну все. Я готов. Мишень, конечно, неудачная. Круги ведь и плохо видно. Но постараюсь. Не вижу пробоин. Две группы по четыре сделаю. Ветер крутит. Но, тем не менее, посмотрим, какой ветровой снос, какая устойчивость. Стреляю без выноса. 50 метров дистанции. Так, ну все. Давайте пойдем посмотрим. Видно, что СТП меняется. Но я не видел ни точки прицеливания, ни пробоин. Цифровой прицел, конечно, это не высокоточная стрельба. Но для цели охоты 50 метров вполне недурно. У меня есть желание стрельнуть на сотку все-таки. Давайте, наверное, мы... 100 метров. 100 метров. Леший два. Так, беру я три мила. Поправку. Стреляю две группы по четыре. Ветра у земли я вообще не ощущаю. Он везде вертится. Сейчас какое-то затишье. Давайте воспользуемся. Стреляю. 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 Ну вот Так, дальномер поизмеряю Кстати, он не центром сетки измеряет Интересно как Так, показывает 4 мила Но там пристрелка у меня стоит 22 метра Сейчас посмотрим 109 метров до мишени по дальномеру данного прицела Пойдемте смотреть Ну что, у нас есть кучность на 100 метров Я целился сюда третьим милом А прилетело Сантиметров на Сколько здесь? Ну измерю на сколько сантиметров ниже Обсчитаем эти мишени То есть вот одна группа Вот вторая группа Это была у нас пробоина Здесь кучность на 50 Ну тоже здесь на сколько сантиметров? Ну больше 6, больше 2 угловых минут Вот пожалуйста вам Кучность с лагами Но еще надо сказать, что условия стрельбы-то сложные Плюс я не вижу точки прицеливания И здесь вот у меня четко по вертикали растянуты Это говорит о чем? О том, что я мог просто Условно брал В центр Листа Где-то там Воображаем Воображая мишень Поэтому, конечно Ну как есть Мне вот очень хотелось снять этот ролик Чтобы вот это все вам показать На 50 метров Такая кучность Не является эталонной Как минимум Но она является Удобо варимой Хотите? Ради бога Высокоточных стволов под слаги Не будет Ну что сказать в заключении Конечно же слаги имеют право на жизнь Конечно же их надо использовать Но просить сделать ствол под слаги Потому что у меня они летят Со штатного Со штатных стволов тоже летят Они нормально Ну как нормально? То, что вы сейчас увидите Это вот как раз кучность Не в стерильных условиях Это не тир В тире вы тоже посмотрели Как все это летит Поэтому я и говорю Что настраивать винтовки на слаги Я привык к определенному Выходному контролю кучности К сожалению Я не всегда могу его здесь выполнить Ну здесь вот сколько? Но 50 метров Это около двух угловых минут будет Кучность Устраивает если она вас? Ну тогда да Это ваш выбор Если вы хотите стрелять более точно Ну пусть у вас будет Меньше энергетика Меньше экспансивность Берите тогда валанчики Никаких проблем Винтовки эти изначально Проектируются под валанчики Все винтовки Редукторные я имею ввиду Если хотите полнотел Берите егеря И четырехграммовую пулю Так У нас вообще непонятно Куда что прилетело Понятно куда что прилетело У нас есть кучность Ну какой вывод то сделать А делайте сами вывод Сейчас очень много Шарлатанов и прохиндеев Как это ни странно Потому что мне такие вещи люди пишут Там обещают им Субминутную кучность На 200 метров С лагами Купите там только матрицу Или еще что-то С какой-то Сверхвысокоточной проволоки Марки С1 Такой бред Я понимаю Всем хочется кушать Но быть паразитом На этой теме Тоже наверное Смысла нет Как я уже сказал У меня сразу ностальгия Что я возвращаюсь В старые добрые времена Когда мы только-только Эту тему начинали щупать Пробовать Вот эти срачи все были Какие-то мифы Кто-то там подлоги Какие-то делал По отстрелу Вот это все оттуда И с этим всем Вы столкнетесь Ну наверное На этом я хочу закончить